Я пришел к фотографии достаточно поздно, наверное, лет 70, когда я взял телефон, как в другом применении стал. Я сфотографирую только телефоном. Я фиксирую то, что мне нравится, неожиданный момент, ракурс. Я думаю, что если это мне нравится, еще кому-то нравится. По лайкам, фейсбуке, по отзывам и по некоторому коммерческому успеху, я могу однозначно сказать, что это кому-то нравится. Как в вопросе экономики сказал, нравится покупают, значит имеют право на жизнь. Мои работы разноплановые, я человек достаточно круглый, меня практически все интересует в разной степени. Мне небо интересует, вода, окружающая среда. Люди это очень сложный объект, и я фотографирую только членов семьи. Я считаю, что это другая сфера, она требует другого подхода. Я никогда не возвращаюсь на... Если неудачно снял что-то, я не пытаюсь переснять, я просто считаю, что будет следующий момент такой. Что-то удачно, что-то неудачно. Ну, у меня несколько тысяч, может быть, даже пару десятков тысяч снимков в электронном виде, из которых я сделал, допустим, там, я не знаю, не считал, но думаю, что сотню, может быть, полторы сотни фотографий. Из которых минимум половину было куплено. Я считаю, что это абсолютно нормальный результат. Они висят и в офисах, и дома, и в кабинетах, и за рубежом есть мои работы. Поэтому я считаю, что я не придаю особому значению успеха, своего успеха фотографии. Для меня как личности это интересное занятие, но не более. Это не экономически. Я все деньги отдаю галерею, вся прибыль идет. Это чисто эмоционально, как бы нравится. Вы делаете, кому-то тоже нравится. Ну, и значит, это хорошее дело, и все. Я отдыхаю, когда фотографирую, иногда возвращаюсь к электронному архиву, смотрю и вспоминаю очень много. Но делаю крайне редко. Так это же галерея ваша. А? Вы кажете, все гроши ведь дают галереи. Это же ваша галерея. Нет, она же, понимаете, моя галерея, что это такое галерея? Это объект хозяйствования. Он должен платить налоги, то и все. Поэтому я считаю, что если бы я там забирал часть прибыли себе, это было да. А учитывая ситуацию, галерея находится на грани экономической целесообразности. Здесь какой-то суперприбыли точно нет. Поэтому это тема для разговора, это тема для общения. Иногда я дарю хорошие фотографии своим хорошим знакомым на день рождения или по какому-то поводу. И когда я хожу, я вижу, что они висят на стене и они стоят в гараже. Мне становится иногда приятно. Ну, вот и весь бонус этой деятельности. Ну, у меня на даче фотографии мои, дома у меня фотографии. Мне все это нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!